Вот, друзья, добро пожаловать на канал Такие Дела. Сегодня у нас с вами будет, ну, наверное, нечто необычное и забавное. Я хочу вспомнить старые, былые времена, когда я играл в игру под названием Lineage 2. Хочу поиграть на официальном сервере, посмотреть, что изменилось и что будет нового. В общем, давайте попробуем. Во-первых, изменилось меню создания персонажа. Раньше все персонажи стояли у себя в городах и были одеты не вот так вот, как пафосно, в какой-то топовый шмот, а были одеты в какие-то лохмоти, которые никому нафиг не были нужны. Вот, ну то есть в чем мы появлялись, то мы и были одеты. В принципе, это было логично. Ну что ж, давайте пройдемся по основным расам. Люди. Люди, в принципе, они такие достаточно оптимальные и стандартные. Будем от них отталкиваться при описании других персонажей в других расах. Значит, эльфы. Эльфы, светлые эльфы, они относительно людей гораздо быстрее, но урон у них меньше. Ну, собственно, примерно так. Также у них скорость каста заклинаний и все в этом духе. Ну ладно, это я все для новой аудитории объясняю. Вот, которые не играли в эту игру. Темных эльфов урон больше, соответственно, у них и криты больше, но они атакуют медленнее и скорость каста у них медленнее. Орки. Орки очень сильно похожи на людей, но в принципе, судя по истории, они были достаточно отстраненные расы, поэтому они достаточно необычны. В принципе, играя за людей эльфов и темных эльфов, можно небольшие различия найти, а вот орки, и это уже что-то такое... Ну, значит, продолжаем. В общем, забавно это все дело, конечно, что оно вылетает. Это прикольно. Ну и дальше, пожалуй, одно из самых интересных. Вообще, раса не похожа на все остальные. В принципе, по боевым характеристикам они хуже, чем все предыдущие расы, о которых я вам рассказал. Но в свое время без гномов нам вообще нечего было делать. Знаете почему? Все потому, что гномы делали одежду. То есть, если вы хотите одеться в шмот класса D, ну, такие, ну, D, от слова дерьмо, а все, что там ниже него, это no great, это вообще ерунда. Но все продается в магазинах. Это, в общем, нафиг никому не сдалось до сорокового левла. Вот, после сорокового, чтобы одеваться, ну, в хороший шмот, нужны были гномы, потому что они собирали ресурсы, они делали одежду, оружие. В общем, это была такая крутая, мощная раса. Они экономически просто были богами. У них всегда было много денег. Если, будучи каким-нибудь человеком, тебе нужно было постоянно бегать, продавать, и ты был в дерьмовом шмоте, то гномы всегда были топово одеты. Поэтому они и выигрывали. Они были танками и прочим. Ну, ладно, это так, немного лирики. Значит, дальше добавили в следующий раз у Камаэля. Достаточно такая интересная штукинь. Не знаю, никогда их не любил, никогда из них не играл. И вещи зря их добавили. Я против этого дерьма. И вот теперь добавили нечто вот такое. Судя по расцветочке, это шмот какой-то из-за этого драконика. О-о-о, господи, вот что помните, а? Значит, это женщины и даже... О, они мужиками не могут быть. Потрясающе просто. Но всякое бывает, конечно, в жизни. Разочарование. Ну, предлагаю все-таки поиграть за кого-нибудь из таких рас, которые мне помнятся и были любимыми. Ну, например, либо люди, либо эльфы. Ох, я помню, я начинался с эльфов. Ну, ладно, давайте выберем лучше человечка, мужичинку. И хочу я быть саппортом, саппортом, магом, который будет бегать и помогать своими заклинаниями. Ну, и, соответственно, мистик, мужик, лицо. Три варианта лица. Это, конечно, не современные настройки, где можно было, там, не знаю, тысячи причесок и аж до размера носа все выбирать. Не знаю, нафиг не надо. Ну, и цвет волос. В принципе, вот какой-нибудь такой темненький. И вот недостаточно... Не такую же новую прическу какая-то. Нет, нафиг, 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 нафиг. О, стандартик будет на женщину похож. Пойдет. Так, ну и что ж. А теперь самое, так сказать, интересное. Как мы назовем нашего персонажа? Давайте назовем его канал. Такие дела. О, вроде влезло. Создать. Создать персонажа. Подтвердить. Ну, и, как видите, у нас получилось создать персонажа. Кана, Кана, такие дела. Кана, 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 такие дела. Удалить. Подтвердить. Создать. Ну, видите, как здесь персонаж удаляется не сразу. По-моему, чем дальше побольше левела, тем дольше он удаляется. По-моему, там предел 7 дней. В общем, то есть недельку можно передумать. Значит, мы выбираем человечка. Мистика. Мужичка. Не такого волосатого. Вот такого волосатого. Такой. Темные волосы. А быть бы даже светлые. И канал. Вот. Такие дела. Канал. Такие дела. Создать. Все. Создать нужно. Конечно, создать. Вот. Теперь он, собственно, нормальный. Канал. Так, а не Кана. Ну, создать игру. Ну, посмотрим, кстати, до чего мы дойдем. Может быть, даже до максимального левела. Судя по всему, сейчас такая тенденция, что за все зарядки квестов можно получить сразу 80 с хреном уровень, что мне, собственно, не очень нравится. Вот. Насколько я помню, сейчас есть такое изменение, что когда мы начинаем игру, она начинается с такого предисловия. Да-да-да-да-да, с видеоролика. Отвратительно. Ну, ладно. С этим, в принципе, можно жить. Так. Обучение. Это способ перемещения. Все это нам не нужно. В принципе, опыт у меня есть и достаточно богатый. В свое время я играл достаточно много в магазинах. Да. Вот с этим нам надо поговорить. Тогда нам удастся первый квест. Ну, и не хочу пока что ряд квестов проходить. Зачем? Почему я не хочу проходить ряд квестов? Книжка жизни Тома. Официальное издание Lineage 2, написанное мастером Тома. Блин, эта дура заткнется! Нет, а! Фу! Бое-мое, задолбал орать. Не знаю, когда я это говорил на английском, это не бесило. Сейчас мне это лично раздражает. Ладно, сейчас с этим всем разберемся. Чатик можно сделать немного побольше. Я привык как-то вот так. И вот в этом меню, чтобы были только чаты. А вот в этом меню, чтобы было только урон и все, что с ним связано. Ну, ладно. Так, значит, давайте начнем с того, что побежим по городам. То есть, сейчас такая тенденция, что все расы появляются в одном и том же месте. К сожалению, да, они... Если мы откроем карту, так вот, увеличим ее. Так, давай. Вот. То все расы появляются вот в этом городе. В городе. В деревне. Говорящего острова. Ладно, пусть будет так. В общем, в чем проблема? Раньше все расы появлялись в своем месте. Вот, например, здесь появлялись только люди. Вот здесь, вот, в деревне светлых эльфов появлялись только и светлые эльфы. Рядом с ними через горы были темные эльфы. Достаточно долго бежать было от одного другого города. Примерно где-то минут 30 точно. Возможно, я даже ошибаюсь. Но если не останавливаться, через городе нельзя было никогда пролезть. Ну, были, конечно, баги на неофициальных серверах. Ну, и ладно. В общем, дальше что у нас было? Орки где-то появлялись вот здесь, вот, в деревне орков. А гномы появлялись вот здесь, в деревне гномов. Никаких камоэлей не было. А, нет, точно, точно, точно. Потом они когда-то добавили камоэлей, они появлялись где-то вот на этом острове. Там, вместе с ними добавили целый остров. Ну, а новая раса, видимо, им вообще это и не нужно. Ух, ностальгия. А, всю карту помню. Конечно, вот новые какие-то объекты добавили. Вот остров Ада, например, его точно не было. Вот это остров динозавров. Жуткая штука, зачем они это сделали. Ну, ладно, пусть будет так. И также еще не было вот этой хрени, куда мы обязательно сходим. Но явно не сейчас. Насколько я знаю, после 40-го левела мы должны будем платить за телепорт. А пока что это не обязательно. Господи, какие у него накачанные руки. Раньше такого не было. Ладно, выбегай. И тут у нас еще вторая заставка. Я просто уже не раз пробегался уже в этом деле. Вот, хотел посмотреть, во что превратилась вся эта фигня. Охренеть, еще и подлагивает. Ну, в принципе, логично. Здесь много всего нужно подгружать. Но вот такие ролики делают свое дело, безусловно. Ладно. Ну, и мы, собственно, продолжаем. Не люблю, когда отвлекают, потому что я теряю поток мысли. Значит, мы посмотрели заставочку. И теперь, как я уже говорил несколько раз, мы пойдем смотреть города. Да, я, конечно, понимаю, если вы хотите геймплей и прочего, то эта серия явно не для вас. Потому что сегодня мы будем осматривать достопримечательности и вообще, что изменилось в этой игре. Так, давайте найдем телепорт для начала. Нацелимся на игрока и телепорт. Хранитель портала находится где-то там. Ну, хоть значки не изменили. Тоже приятно. Музыка в игре какая-то в этом городе странноватая, скажем честно. Ну, и, наверное, начнем мы наше путешествие с города. Давайте начнем с темных эльфов. Собственно, туда есть телепорт. Ну, я хотел, конечно, со светлых. Ну, давайте с темных. Насколько я знаю, по истории у нас здесь вылезла статуя Шилен. И идет постоянно кровавый дождь. Раньше эта деревня находилась далеко. Вернее, ну, не так далеко. Она находилась глубоко. Глубоко под землей. Но теперь крыша была разрушена. И Шилен... Или не разрушена. Черт его знает. Может, она правда здесь еще крыша есть? Не знаю. Такое ощущение, что уже ее нет. Вот. Ну, и, в общем, статуя Шилен вылезла. И в мини начались такие достаточно глобальные изменения. Раньше же здесь бегало много нубов, первых лобалов, темных эльфов. Ну, ладно. В принципе, здесь из таких достаточно достопримечательностей-то уже вроде ничего и не осталось. А, вот этот храм. Давайте зайдем обязательно в храм. Там было интересно раньше. Скиллы учили не как сейчас. Сейчас просто открыл умения и выучил скиллы. И вот, учить умения. И все. И в любом месте, как захочешь, так и выучишь. А раньше надо было подходить к специальным NPC и учить скиллы у них. Даже для сороковых лвлов плюсом нужны были кни... А, нет. Даже для всех магов, чтобы выучить все умения, нужны были книжечки. Поначалу их нужно было покупать, а потом вообще и выбивать с монстров. И стоили они на хорошие заклинания достаточно дорого. Ну, как видите, все магазинчики закрыты, и это очень обидно. Ну, ладно. В принципе, наверное, когда начала вылезать Шилин, отсюда все эвакуировались. И эвакуировались даже темные эльфы, которые, собственно, ей поклоняются. Так, теперь деревня эльфийская. Вот она. Это моя, собственно, первая деревня. Я в ней провел свое время. Очень много времени. Играл я на Х1. Ну, не на хрониках Х1. На сервере Х1, где нужно было убивать тысячи мобов, чтобы получить второй левел. Ну, это было очень интересно. Как видите, здесь все это дерево жизни начало загибаться. И вся деревня отсюда съехала. И, как видите, все эльфы... Ой, господи, какие баги-то? Откуда они вообще здесь взялись-то? На интервью-то иногда очень редко персонажи застревали, а сейчас... Ну, хотя бы музыка не изменилась. Как видите, даже оставили вещи эльфы. Просто ушли им. Здесь раньше была лавочка. По-моему, здесь от оружия. А, не, вот, оружием торговали. Это было что-то. Черт побери. Ан, светлые эльфы появлялись. Вон там, у того дерева. Эх, было же время. Там еще такие гремлины стояли. Хе-хе-хе. Эй, как вспомнят. Так сразу приятно становится. Обидно, что это дерево потихонечку загибается. Но загибается он, кстати, довольно-таки долго. Мне кажется, даже здесь эта водичка была окрашена в кроваво-красный цвет. Вот, еще из того, что бросается в глаза сразу, это изменение вот этой вот мини-карты, потому что раньше она была действительно не информативной и ей было вообще не нужно. Не нужна она, собственно, была. А сейчас она, кстати, такая достаточно полезная. Я хотя бы вижу телепорт и что где находится. Обидно, что здесь вообще никого нет. Очень пустынная локация. Обидно это. Ну ладно, давайте тогда в следующий город. Телепортируемся в деревню гномов. Хорошо, что сделали телепорт бесплатный до 40-го левела. Можно вот так вот зайти в любой момент в игру и поностальгировать. А здесь у нас хаос разрушения. Как видите, вся деревня разрушена. По-моему, отсюда выползали огромные черви, которые рушили эту деревню. Ох, остался один продавец лотерейных билетов. Я все еще не знаю, что они здесь делают. Валяются мертвые гномы. Ну, видимо, гномы тоже. Наверное, вот из-за всего этого апокалипсиса люди переместились в деревню людей, потому что они так люди на краю света, можно сказать. Отбитые. Ну, это, конечно, потрясающе. Пожалуй, это меня шокировало, когда я узнал, что деревня гномов была разрушена. Но, видите, это своими глазами, и это потрясающе. Конечно, немного обидно, что все это разломалось. Ведь столько времени было проведено, и здесь в том числе. Особенно гномиками, когда мы получали... Что мы там получали-то гномиками? Гномиками, мне кажется, вторую профу получали здесь. Постоянно бегали, спрашивали, где там этот мужичок, который телепортировался между тремя точками. Его нужно было найти. Ну, кто знает, кто играл, тот знает. Ну что ж, деревня орков. Интересно, почему орки ушли из своей деревни. Вот я этого не знаю. Давайте посмотрим. Ой. А здесь тоже все порушено. Ну, здесь, конечно, было все порушено, я не спорю. Но что-то как-то оно больше порушено, чем обычно. Или... Не-не-не, стоп-стоп-стоп. Здесь орки начинали свою игру. Это я помню. Что это? Что это за... Что за порно там было написано? Храм. Ага. Давайте подойдем, посмотрим, что это. Да, здесь, по-моему, так и было разрушено. Только вот здесь орки начинали свою игру. Там, в подземелье. Закрыт наглухо. Орки скорбят о своей потере. Блин, это прикольно. Он источает флюиды. Ну, понятно. Оттуда, конечно, обидно, что все начальные города были порушены. Но это все-таки из ностальгии. Не может не вызывать улыбку. Что вообще с моим персонажем? Раньше такие маги-человечки не были настолько накачаны. Они были такие достаточно дохленькие, нежненькие. Что такое? И, кстати, вот насколько еще заметилось, мы снимем тунику. У нас это... Торс, пресс и все дела. Ну, ладно. Раньше была такая дурацкая одежда. Теперь мы можем бегать с голым. Да, блин. Так даже лучше будет, по-моему. Ладно. У меня только, пожалуй, единственный плюс. Потому что раньше была такая вообще исподняя какая-то на нас. Так, как видите, орки тоже здесь все, по-моему, померли. Вот там впереди. Да, смотрите, каком валяются мертвые орки. Обглоданные скелеты. Ой. А, все нормально. Только вот если мы делаем так, мы видим землю под ним. Только кто-то напал на них, по-моему. Потому что стрелы... Возможно, это враги, которые нападали. Я не знаю точно. Кри. Какой-то парень по имени Кри. Нифига себе. Это что за шмот-то на нем? Круто. Ну, ладно. Потом мы с таким делом разберемся. Давайте дальше трепортироваться. Что ж. Теперь давайте пойдем, наверное, в Глудио. Потому что мне не особо интересно, что там с деревни Камаэлей. Она, по-моему, так себе была. Не мне никогда не нравилась. И, по-моему, Камаэли еще могли не только у себя в городе появляться. Вот. Это тот самый город. Господи, зачем они сюда Беллу перенесли? Белла брал раньше вон там, вон. Туда он должен был достаточно долго идти. Но, наверное, так удобнее. Не знаю. Что это за парень? Управляющий чарами. Давайте попробуем его использовать. Посмотрим, что он нам скажет. Так. Меньше вас научить. Уходите. Так. Почему остановить меня в покое? Ладно. Я помогу вам. Если так. Понятно. Получить благословение. Список вспомогательной магии. Получить вспомогательную магию. А. Это бафы нубов. Только, по-моему, раньше здесь был бафер такой. Помощник новичков. И он нас бафал. Кстати, город достаточно наполнен людьми. Как видите, народу здесь много. Кстати, вот видите, сиреневые такие ники. Фиолетовые. И это люди, которые напали на других игроков. Но не убили их, а просто атаковали. Ну, это ладно. Это все. Разберемся. Значит, насколько я помню, город уже рушился. То есть, в каком-то из обновлений он был почти полностью разрушен. Здесь были поломанные стены. Поломанные дома. Но, как видите, их вроде восстановили. Ну, как видите, жизнь все-таки идет. Волки. Кто-то до сих пор делает волков на квестах. А он там главный замок, пожалуй. Один из самых таких, где 20-го лвла. Мимо него всегда бегали вот по той дорожке из эльфийских и темноэльфийских городов. Людишки до 20-го лвла вообще здесь не появлялись. Этот город им был практически не нужен. Они шли сразу какой-нибудь Дион. Собственно, в который мы сейчас, наверное, и пойдем. Ну, я не знаю, что тут за эффект, конечно. Явно какая-то луна вторая. Потому что здесь, я помню, небо недавно поменяли. И, кстати, оно стало очень красивым. Вот. И там была такая луна. Но что они делают здесь, я не знаю. Вот тут вот всякие светлые эльфы и люди получали маги-скеллы. Они их здесь качали. Но смысл сейчас здесь бегать, я не вижу. Ну и, собственно, по привычке я хотел побежать к Белли. К телепорту, который находится вот здесь. Находился раньше вот здесь. Но теперь, как видите, его нет. Перенесли куда-то в середину города. По-моему, это не... Ну, мне лично нравилось, когда она находилась там. Было приятно. Так. Это гильдия воинов. Здесь, опять же, качались воины, эльфы и люди. Свои скиллы. Здесь магазинчик. Давайте зайдем, посмотрим, что там люди вообще продают. Я помню, какое здесь было оружие. Так. У-у-у. Вот этого мужичка переодели, а девчушку оставили такой же. Так. Надо чем-нибудь помочь. Давай купим снаряжение для воина, допустим. Да. Вроде пока ничего не поменялось. Только появились какие-то рубахи, которые, я не знаю, зачем нужны. А так, в принципе, все достаточно. Ничего не поменялось, короче. Сидни. Зачем они это перевели? По-моему, некие имена непосредственно не обязательно переводи. Купить снаряжение для мага, да? Д-класс. А, по-моему, здесь... Нет. Да, да. Я помню точно, что вот это все правильно. Так точно и должно было быть. Вот. Собственно, с этим достаточно понятно. Здесь почти ничего не изменилось. Вот эта какая-то штукень появилась здесь. Ее раньше точно не было. Я даже не помню, был ли это табелиска здесь. Я помню, что здесь был начальник стража в каком-то обновлении. Здесь можно было брать поход в данжен вместе с командой или одному. Но одному, насколько я помню, это было сделать достаточно проблематично. Но, возможно, кто-то это и делал. Если кто играл, помнит, то я... Блин, бегу к телепорту инстинктивно. Если кто играл, помнит, то обязательно напишите, как оно было на самом деле. Потому что те обновления для меня... О, парень, они продают соски! Сиски. Сосочки. Это, в общем, такая штучка, которая увеличивает ваш урон с каждой атакой. То есть, почему их 12 тысяч штук? Потому что на каждый удар ты там тратишь, в зависимости от оружия, количество сосок. Вот, например, вот мы берем... Видите, вот там использование заряда души Х1. То есть, за каждый удар мы тратим один заряд души. А есть оружие, которое тратит до трех. Возможно, даже и больше. Точно не помню. И, в общем, такие штуки увеличивают урон. Но они достаточно прилично это делают. Там где-то раза в полтора точно увеличивали. И скорость каста, кстати, еще увеличивали. Так, значит, телепортироваться. Давайте дальше посмотрим, что же здесь есть. Дальше очень интересен Дион. Такой один из самых городов. Где-то рассчитанный на ловла 20-е и 40-е. Он был достаточно заполнен. Ну, по крайней мере, народу здесь всегда было много. Здесь много-много чего можно было полезного купить. Но сейчас что-то я не вижу, чтобы народ сидел и продавал что-то полезное. Потому что... Не, не знаю, почему так. Что-то все меняется. Когда приходят они. Обновления, да? Ух, старая добрая музыка. Насколько же приятно. Охренеть, конечно, бафов. Насколько я помню, не дают до 70-го левела. Поэтому саппорты не нужны. Я даже не знаю, что нам теперь делать. Но я все равно буду пытаться играться за саппорта. По-моему, это интересно. Купить снаряжение. Снаряжение для воинов. Ну, здесь тоже самое, в принципе. Странно. Странно, что они отличаются. Здесь, по-моему, повыше грейд был. Не, не грейд, а повыше клах оружия. Ну, ладно. Самый лучший был явно в Геране. И люди отсюда бежали до Герана. Это где-то, ну, не знаю. Бежит, наверное, ну, если не наврать, ну, минут 40. Вот Дион, вот Геран, они бежали пешочком вот по этой тропинке. Блин, это было что-то, конечно. Вот были же времена. И крепости вот это не было. Даже не знаю, что это за крепость, если честно. Ладно. В общем, здесь телепортироваться было невыгодно. И люди бегали пешком, черт побери. Денег же не было никого. Вот таких вот парней встретишь. Это было просто великие люди, главы кланов, которые в каком-нибудь бешмоте. Я точно не уверен, в чем он, но... Кстати, синие ники погуляются у тех, кто налайкан. То есть здесь можно ставить рекомендации. Вот рекомендации можно поставить, выделить человека и дать ему рекомендации. Вот видите, я ему дал две штучки. И когда много таких наберешь, то, соответственно, у вас получится синий ник. Ну, в принципе, это возможно. Какая-то птица. Что-то они понадобавляли такого страшного. Я даже не знаю, что это, если честно. Я помню, раньше были различные дракончики и все в этом духе. Ой, как же приятно. Ладно, давайте двигаться дальше. Я думаю, эта серия будет просто, чтобы поностальгировать, вспомнить вообще, как оно было играть в свое время. О, кстати, здесь гильдии какие-то располагаются. И это давайте зайдем-ка в комнату чьей-то гильдии. Не каждый день эти ворота открыты, на самом деле, потому что вот наверняка вот этой вот даме, графу, принадлежит ключ от этих дверей. Видно их клан купил. Вот этот вот домик. Кстати, это большие деньги, очень большие. Так, что у нас дальше? Вот управляющие олимпиады, стражники. Кстати, да, если у вас... Вы убили другого игрока, то обязательно стражник, если вас увидит, то будет пытаться вас убить. Ну, в принципе, это страшно до левела 60-го, а после стражников можно убивать. Но если вы их много соберете, то они легко вас убьют. Так, какие-то штуки вот новые, я вообще не знаю, что это, при каком распаде они появляются. Ну, ладно. Куда вас отправить? Давай телепортироваться. Теперь пойдем в Геран. Геран, это, пожалуй, был самый веселый, наполненный народом город. Ох, были же времена. Так, сейчас давайте немного передвинем. Я привык просто в свое время на маленьком экране играть, поэтому у меня все было по дефолту. А здесь, когда место есть, то почему бы, собственно, так вот не раздвинуться полоску ХП? Так, здесь было просто все заполонено торговцами. Вот гномы сидели просто вот от той стены до той стены так, что нельзя было пройти. Ну, вот как вот человек садится, да, то есть мы можем в любой момент взять, продавать, допустим, да, продавать эту книжечку, и за цену там миллион, допустим. И вывеска, это то, что будет написано. Например, будет написано канал, такие дела, подтвердить, начать продажу. И, как видите, мы садимся и начинаем продавать. И вот таких вот игроков, как я, здесь сидело просто тысячи. Вот это вот сейчас копейки по сравнению с тем, что было в свое время. Эх, были же времена. Здесь просто было не пройти, потому что сидели везде. Они продавали ресурсы, вещи. Вот здесь действительно, вот тут вот явно какой-то старый парень, он знает, что вот где-то вот в этом районе сидели игроки, которые продавали кристаллы. Гномы могли брать вещи различных грейдов и разбивать их на кристаллы. Или если у вас неудачно заточится оружие, которое вы выбивали или добывали несколько лет, потому что здесь действительно было так, например, С-класса, действительно нужно было несколько лет ради одного оружия париться. Вот. То, естественно, он распадается на кристаллы С-класса. Но они стоили достаточно много, так что... Так, вот здесь было самое лучшее оружие в игре. Давайте посмотрим, что есть теперь. И, кстати, лучшее оружие в игре заканчивалось... Ну, для магов вот на этой пушке. Клыки демона. Ну, пусть будет так. Раньше, на мой взгляд, стоило 200 тысяч с небольшим. И я тогда зарабатывал на декристаллах, покупая их и продавая декристаллы. Но сейчас, как видите, это не все. Дальше пошли уже следующие Д-класса пушки-посохи, вернее, которые уже получались не из магазинов, а нужно было входить к Мамону в катакомбы и их улучшить. Ну, это, конечно, была своя собственная история. Вещи класса С. Вещи класса С, насколько я помню, в магазинах никогда не продавались в таком открытом доступе. Там был специальный магазин, который за кристаллы покупал... Ну, по-моему, за кристаллы покупал... Вернее, продавал С-вещи. Ну, а здесь, как видите, они просто так валяются, и можно спокойно их купить в магазине за несколько миллионов. Ну, миллионы, у нас столько денег сейчас нет. Значит, купить снаряжение для воинов. Посмотрим, что там с воинами. С воинами я точно уже не помню, потому что... А, вот это вот была самая лучшая пуха класса Д, которую уже, по-моему, даже улучшать было некуда. Или можно было, вот точно не помню. Это я, когда играл за даггерщика, вот это было дело, конечно, да. Ну и, как видите, здесь самый лучший молот С. Насколько я помню, его тоже нужно было улучшать у Мамона. Дальше класса С, Мамон не работал. Он, по-моему, до Б ничего не увеличивал. Вот, здесь у нас что такое билд? А, здесь у нас склад, точный. Народ здесь тоже баловался кристаллами и свитками. Нет, не свитками телепорта, как в доте, но у них, правда, здесь есть. Они, вот, например, у меня две штучки даются новичкам, как видите, да. Обычный телепорт, который телепортирует в ближайший город, и телепорт, который телепортирует на остров, с которым мы начали играть. Вот, а теперь мы подбираемся к тому самому магазину. Магазину, в котором продавали только шмот класса С. За кристаллы. Как видите, девчушка продает кристальчики. Вот, у них 3000 штук за 7000. Это ж, сколько шансов работает, если их всех продаст? 26 миллионов. Ну, богатенькая будет. Так, ладно. Купить оружие. Как видите, они теперь продают за Дэну. Ну, раньше действительно, это была абсолютная правда, что здесь сидели и продавали много кристаллов. Здесь было всяком-то забито гномами. Ох, было же время. Ну, а как видите, теперь они все это испортили. Ладно, давайте посмотрим, что здесь. Как видите, можно купить оружие H-класса А. Не говорю уже АБ, которое стоит всего лишь миллионы. Я думаю, это сейчас не такие уж большие деньги, на самом деле, потому что можно легко их раздобыть. Что это такое? Материал. Давайте подберем, почему бы и нет. Все какие-то материалы наверняка можно продавать, и они наверняка чего-нибудь достоят. Собственно, это все выкидывают люди. Как видите, я тоже могу выкинуть любую вещь на улицу. Вот, оп, она вывалилась, и теперь я снова ее подберу. Так, подбирай давай, дружище. Отлично. Подобрали. Давайте я сейчас сделаю лучше вот так, потому что я маг, мне не нужен, допустим, атака рукой. Следующая цель, мне кнопочка тоже не нужна. Я привык на F4, что у меня самое мощное заклинание на F1 подбор вещей. Так, ну с этим-то примерно понятно, что... А, кстати, 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 совершенно забыл. Здесь еще было очень интересное место в этом городе. Оно находилось вот здесь, менеджер витаминов. Боже мой, что это? Друзья, пишите, что такое менеджер витаминов, потому что и вот это, что и раньше не было здесь. В общем, это банк. В банке, естественно, заведуют гномы. Ой, господи. Ну, ё-моё, ну что это за название? Какие идиоты. Ладно. Здесь обязательно гномики. И здесь есть личное хранилище. Допустим, можно оставить вещи в личном хранилище. Допустим, этот материальчик хочу оставить здесь, да? И чтобы оставить один материальчик, он там стоит где-то по 30 голда за каждое. Не так много, но, собственно, как видите, у меня денег все равно нет сейчас. Ну, и точно так же можно их забрать. Но забрать, естественно, бесплатно положить. Это, конечно, стоит голда. Вот, это было потрясающее место. Не знаю, почему мне всегда нравилось доходить и складывать так, что я там получил. Ох. Так, покупка. Что этот парень нам предлагает купить? Он покупает фрагменты различных оружий и прочей ерунды. Не знаю, что это такое. Левел 3 еще там написано. В общем, что-то они, по-моему, добавляли того, чего я совершенно не знаю. Но, блин, просто достаточно интересно так, наверное, и посмотреть, и самим вспомнить, кто играл на каком-нибудь интерлюде последний раз. Ну, ладно, давайте. О, боже, зачем мне озвучили? У меня тут русского перевода, это абсолютно лишнее. Ладно, давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше в город под названием Оден. Потому что из Герана, когда люди осваивались на 40-х лвелах и приходили уже где-то к лвелам 55-м, они приходили в Оден. И что же у нас хорошего есть в Одене? В Оден был, это был, пожалуй, самый заполненный город торговцами. То есть здесь сидели все, они продавали в основном какие-нибудь зелья, бульки. Их было так много. Это просто, это была вся вот эта площадь заполнена людьми. Ну, как видите, там тоже кто-то по старой памяти сидит. Возможно, даже рядом с... О, смотрите-ка, народ тут появляется. Может, действительно здесь до сих пор много сидят народу? Но я вот не знаю, не знаю. Очень обидно, что начальный лвел-ап... Нет, это не считается. Это даже никого не сидит по сравнению с тем, что было. Это очень пустынно. Пожалуй, такое было только первые пару секунд, когда сервер только запускался. И люди еще не успевали заходить в игру и посадить своего гномика или кого-то в этом духе. Потому что вся площадь, когда мы попадали в этот город, здесь были настолько много этих надписей, что за ними ничего не было видно. Ну, народу, в принципе, много, но... Да, и соски там А-класса, и лучшие рейд-боссы, пожалуй, ходились отсюда, а не из Герана. Ох, помню мой поход на Антараса. О, это было время. Ну, ладно, здесь, в принципе, нам так особо ничего смотреть не нужно. Я предлагаю пойти сейчас в город под названием... Где он, где он, где он, где он? Орон. Давайте посмотрим, что сейчас у нас в Ороне. Это был достаточно пустынный город на Интерлюзе, но здесь обитали 50-е лвла, которым некуда было податься. Когда кланы и различные пати забирали территории для кача, для фарма, люди шли сюда, как правило. Потому что здесь всегда последняя точка для 50-х плюс лвлов. Так, ну а сейчас здесь, в принципе, где-то так и обитают, потому что здесь, по-моему, были катакомбы. Кстати, я же забыл, я что-то такое слышал, что катакомбы запечатали. И теперь эти камешки нельзя добывать. Друзья, кто знает, обязательно пишите, потому что я... Я же давным-давно не играл, много лет назад играл. Очень много лет назад. Лет, наверное, 6 или 5 назад я играл. Ну, тут все остальное, то, что я знаю, я только слышал. Так, и, кстати, я очень буду рад вашим советам. Значит, телепор... Получить какое благословение? Не хочу никакого благословения. Я хочу в телепорт. Желаю удачного путешествия. Давай, телепортируемся. И куда я теперь хочу попасть? Я бы еще с удовольствием... Так, Геран, Аруна, Годдард, Хейн, Дион, Шутгард. Ну, Шутгард не так интересен, потому что он не сильно, по-моему, поменялся. И он... Там, в основном, обитали 80-е лавала, до которых я так не добирался в свое время. Ну, на X1 играл, друзья. Ну, что поделать. Так, Лудио, Деревня Говорящего, Башня Сломанная. Ой, нет, зачем они сделали телепорт сюда? На Деревне Охотниковых... Хантерс Виллаж, друзья! Ну, и, пожалуй, вот на этом городе мы все и завершим. Потому что здесь... То все творилось самое-самое сокровенное. Все самое-самое крутое. Здесь был самый лучший саундтрек, друзья. И давайте его немножечко послушаем. Ну, и, в общем, друзья. Это, пожалуй, был самый красивый, самый потрясающий город. Но я не могу, естественно, не пройти, посмотреть в... Да, кстати, они, по-моему, вообще его не поменяли. И спасибо им огромное за это. Потому что этот город там потрясающе великолепный. Еще, надеюсь, они не изменили одну локацию. Где я не был тысячу лет. Это волшебная долина. Ох, я обязательно с вами должен туда пройти. Потому что там было, ну, в свое время невероятно красиво. Кстати, вот видите, вот эти скалы такие обижшие и некрасивые. По-моему, действительно ничего не поменяли. С С4 какого-нибудь. По-моему, С4, да. И здесь действительно все было именно так. И это просто великолепно. На кустики, правда, они, по-моему, эти добавили. Я не уверен. Возможно, у меня просто был слабый комп. И у меня их вообще не интересовывались они. Ой. Это было просто великолепно. Я думаю, они специально не тронули эту локацию. Чтобы все могли прийти. Старые игроки. И вспомнить, как оно было. Как оно было прекрасно и красиво. Потому что это, на мой взгляд, просто потрясающе. И здесь ты таким маленьким человеком являешься в этом таком огромном мире. Не знаю, я не могу играть в эту игру, не улыбаясь. Потому что, блин, ну так... Это же ностальгия. Там, кстати, должен стоять рейд-босс, на которого я хочу сходить. Я ни разу... Я постоянно мимо него бегал. Но так и ни разу на него не попал. Я все время собирал на него пати, но что-нибудь срывалось, и мы не могли его убить. Сейчас, наверное, он скоро прогрузится, и мы посмотрим на это существо. И я очень надеюсь, что в свое время мы с вами обязательно сходим на этого рейд-босса и победим его. Неужели его кто-то убил? Кому он вообще сдался сейчас? Где нашлись такие сумасшедшие 50-ые лвла, которые решили его убить? Насколько я помню, он действительно был 50-ым. Ну, просто когда мы наводим мышку на... Мысль, короче, переключилась. Когда мы наводим мышку на этого... На врага, если его ник красный, то это значит, что он выше нас левелом. Если он синенький, то значит, он ниже нас левелом. Нет, смотрите, это рейд-босс кто-то забрал. Даже не могу представить, кому это вообще было нужно. Возможно, такому же человеку, как и я. Сумасшедшему травнику. Я просто делал травник. Вот, который захотел... Вам что-то нужно? О, боже. Так, то есть у него можно взять квест. Хорошо. Что это такое? А, все понятно. Просто обычно таким цветом подсвечивались дружественные герои. Блин, это в Рейдбосс все-таки кто-то убил. Я даже представить не могу, кому это было нужно. Потому что можно выполнить ряд квестов и сразу получить левел гораздо больше, чем этот Рейдбосс. Ну, может быть, действительно, я, наверное, попал на тот сервер, где это будет интересно сделать. Так, как видите, там утопленницы. Ох, видите, они красным цветом подсвечиваются. Они гораздо старше нас по левелу. Убьют нас от этого удара. Вот эти вот, по-моему, стреляют магией, а утопленницы нет. Насколько я помню... Хотя, вроде, утопленницы тоже стреляют. Я помню, они агрессивные мобы, так что нас сейчас убьют. Нет, не тронуло. Ну, хорошо. Давайте пробежимся здесь совершенно недалеко. Потому что я просто хочу это сделать. Я давным-давно здесь не играл. После этой серии, в следующей, мы обязательно уже начнем проходить этот дурацкий квест. Или вообще играть. Я буду как можно больше стараться поддерживать именно ту атмосферу, которая была тогда в свое время. Потому что, черт побери, это было круто. Тут всегда мне показалось, как лицо. Глаза, нос. Голова какая-то. Хотя, может, и правда тени какой-то. Не знаю. Вот задница его. Это такой медведь закостенелый. Насколько я помню, здесь слева будет сатир. Да, вот он сатир. Он точно агрессивный. Точно нас убьет. Всегда меня раздражал. Потому что я сюда хотел прийти как можно раньше. Мне очень нравилась локация. И старался я... Опа! И все. Телепортироваться в город надо. Что надо еще делать? Мы, в принципе, до определенного левела вроде бы ничего не теряем. Насколько я помню, это не сразу появилось. И вот на такой вот интересной ноте мы с вами заканчиваем, друзья. Это была, так сказать, обзорная серия, когда мы просто пробежались по миру. И вообще я вас настроил на то, что хочу, собираюсь вообще поиграть в эту игру. Потому что, блин, ее история настолько длинная. И это были потрясающие моменты, ну, лично моей жизни. Ну что ж, друзья, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много всего интересного. До новых встреч. Такие дела!